Дорогие друзья, такая красота! И это обычный Charity магазин Лондона. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Всегда с нетерпением жду выходные. И тогда у меня есть возможность пойти в такие вот магазины и посмотреть, что нового там. Давайте сегодня посмотрим вместе на то, что видела я в тот день. Сегодня будет три магазина. Думаю, вам будет интересно. Друзья, вот смотрите, первый магазин. Такая вот ваза. Это Германия. Такой хрусталь. Интересная, очень красивая. А также вот такие вот бокалы. Маленькие стаканчики различной формы. Такие вишневые, с позолотой. Я не знаю, не уверена, но думаю, что это Чехословакия, друзья. Там клейма не было. Ну вот так, смотрите. Это тоже из одного дома, я думаю. Целая серия похожие, они различной формы. А также вот такая вот тарелочка. Тоже очень оригинальная, интересная. Посмотрите, как она блестит. Вот на солнце. Это ручная работа. Видите, объемная такая. Вот присмотритесь. И позолота такая. Видите, вот сзади вот такое вот клеймо. Всего лишь два фунта. Маленькая цена. А тарелочка была красивой. Вот так она красиво сочеталась вместе с этими бокалами. А вот это уже закрытая витрина, друзья. Видите, здесь тарелочки с фруктами Бавария. Я не смогла посмотреть сзади, какое клеймо, потому что витрина была закрытая. Надо было просить, чтобы открыли ключи. Но вы видите, что написано на бумажке. Это уже второй магазинчик, друзья. И сразу же зашла туда, увидела вот эти вот два кувшина. Это тоже антиквариат, друзья. Я проверила клеймо. Это красота. Это парные такие кувшины. Один побольше, второй поменьше. Если вот так наяву на них смотреть, вот сейчас вы видите то, что вижу я. Как переливается все этот кобальтовый рисунок. И вы видите клеймо, друзья. Если честно, друзья, раньше я такого клейма не встречала. И такой мануфактуры тоже. Но я открыла телефон, посмотрела. И да, есть такая компания. Это Les Alvair Jacobin Killing Ltd. Barslam, друзья. Старинная вещь. Видите, вот вы можете это прочитать. Это Англия. И это 1920 год, друзья. Это антиквариат. Это так интересно. Смотрите, простой Charity магазин. И такая красота. Ну, конечно же, не устоять, не купить за такие деньги. Невозможно. Красивые кувшины. Такие эффектные. Очень красивые. А рядом вот тоже такая, видите, хрустальная ваза. Это еще один магазин, друзья. И тоже очередная находка. Прекрасная находка. Ну, просто красота. Смотрите, какая ваза для фруктов на ножке. Как красиво это, друзья. Я не уверена в клейме. Позже вы увидите клеймо. И я у вас прошу вашей помощи. Потому что мне трудно разобраться. Я небольшой специалист в этом. Я только начинаю этим всем интересоваться. Но я уверена, что это Китай, друзья. Видите, здесь такая ручная тоже идет роспись. Смотрите, какая объемная тоже такая. Все переливается. Там и такое, видите, и цветы розовые, желтые, зеленые, голубые. И такая есть основа перламутровая, друзья. Я долго рассматривала в интернете. Пыталась вводить ключевые слова и искать все это. Ну, что я могу подумать? Я могу подумать, что это Китай. Это не антиквариат. Это винтажная ваза. И что я могу еще думать? Я думаю, что это очень похоже на Family Rose серию. Я ввела свой поиск, вводя название на английском. То есть я вводила Fruit Bowl. Потом я вводила Lotus Fruit Bowl. Потому что это такая фигурная ваза в виде цветка, в виде лотоса. Вот такие различные фразы я вводила. Но идентичные я не видела в интернете. То есть я даже не знаю возраста и ничего. Я о ней не знаю, друзья. Пожалуйста, если вы можете мне помочь определить эту вазу, напишите в своих комментариях. Мне будет очень интересно. А я буду продолжать свои поиски. Возможно, я найду такую вазу. Просто это было совсем недавно, совсем несколько дней тому назад. Но мне хочется показать вам это видео. Вот как смотрится она. Она уже в моей руке. И она, друзья, тяжелая. Это нелегкая ваза. Ваза килограмма два она точно весит. И мне было тяжеловато, скажем так, держать ее вот так вот на вытянутой руке. И она большая. Диаметр, наверное, 30 сантиметров. Очень красивая. Она мне очень понравилась. Такое тоже я никогда раньше не встречала. Я была очень рада увидеть это в магазине за такую цену. Также вот другие предметы, друзья. Все, что видела я. Тоже вот такие вот тарелки. Такие плоские и глубокие. Тоже вы видите клеймо. Также очень красивые. Но они уже такие не винтажные. Я думаю, более современные, друзья. Давайте посмотрим, что было еще в этом магазине. Вот эти тарелочки тоже красивые. Такой вот зеленый фон, ободок. И это очень хорошая фирма. Это Royal Woster, друзья. Видите? Всего лишь два фунта каждая тарелочка. Такие прекрасные цветы в центре. Очень красивые. Нежные. Этот магазинчик очень хороший. Доступные такие цены. Вот вы видите, еще такие появились статуэточки. Такие танцовщицы, балерины. Они очень тоже красивые. Давайте смотреть дальше. Что было еще? Вот такие вот картины. Тоже красивые и оригинальные. Вот одна и вторая акварель. Цены доступные. Люди присматриваются, покупают все это. Часы, подсвечники. К Рождеству все идет. Появляются вот такие вот прекрасные вещи. И очень много людей в магазинах сейчас таких. Все ищут уже подарки к Рождеству. Они любят покупать в таких вот чарите-магазинах друг другу подарки. Вот и такая прекрасная керамика. Для кухни они тоже вот такой вот любят. Ну и деревянные, видите, изделия тоже. Тарелочки такие и большие, и маленькие такие для специй. И в целом такой магазинчик. Ну и еще вот это тоже парфюм был красивый. Парфюм Боттл такой. Друзья, красота. Видите, какая вещь прекрасная. Большой он такой. И это хрусталь. Это Германия. Я присмотрелась к клейму, друзья. Чудесные вещи. Это тоже, я думаю, арт-деко период. Видите, флакон такой формы характерный для арт-деко. Он полностью хрустальный. Красивый. И вот рядом такая птица. Мурана. Красота. Да, мне очень понравился цвет этого стекла. Зеленый и такой с голубым. Такая птица. Просто сказочная птица. Такие бокалы там были тоже. Ну и это тоже, друзья, подсвечник такой оригинальный в форме ангела. И там такая маленькая свечечка сзади. Была оригинальная даже коробочка к этой вещи, друзья. То есть вот так вот было. Все новые, непользованные вообще. Вот какие эти вот стаканы Royal Dalton. Посмотрите. Оригинальные упаковки. Цена такая доступная. А в магазине такие стоят огромные деньги. Royal Dalton это очень дорогая фирма. В Англии она очень-очень дорогая. Хорошо в таком магазине купить такие вещи. Ну и это тоже очень интересная штучка, скажем так. Я даже, если вы знаете, что это такое, напишите. Вот такая ваза. Это производство Польши. Я посмотрела по клейму. Так думаю я, потому что все вот здесь вот на этом ценнике на польском языке. Друзья, оригинальная такая ваза. Ну и тоже на верхних полках вот такая вот была какая-то фигурка, статуэтка. Большая довольно-таки. Ну и еще один магазин. Давайте смотреть, что здесь. Здесь тоже вот такая вот ваза. Цена вообще очень маленькая. Видите, какая ваза, какая роза. Клеймо. Это Англия. Это старинная ваза. Тоже глубоко винтажная. Но мне не понравился цвет. Вот черный. Это не был кобальт. Это был черный цвет. И какая-то она мне такая грустная показалась. Ну и, друзья, вот такие вот тарелочки. Красивые. Такие оригинальные. Это Шотландия. И вы видите клеймо. Друзья. И это ручная роспись, друзья. Такие прекрасные яркие цветочки. Необычные тарелочки. Они тоже довольно-таки хорошо ценятся. Спасибо огромное вам, друзья, за то, что вы смотрите мои видео. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Будет еще очень много всего интересного для вас из Англии. Пока-пока. Продолжение следует.